Мы переходим ко второй части Маледонского балета. Это, собственно, движение крещения. То есть я тоже повторюсь на третий раз и повторяется много раз. Вот это вот движение сверху вниз, когда я это вижу, раскол сверху вниз. Почему-то о чакральной системе христианства не говорит о ничего. Они берут и соединяют одну чакру. Во-первых, сверху вниз это идет движение. Во-вторых, при этом движении сверху вниз расколе соединяется чакра мозговой деятельности с половой. Таким образом мозги как бы опускаются на уровень похоти. Это даже не эмоции на уровне сердца, это похоти. Проще говоря, блядство. На уровне энергетики некое короткое замыкание происходит. Одного уровня с другом. Плюс-минус, что бывает, когда средний противоположный зарядок и информацию. Уже переклинивает, да, мозги полностью выключаются, чтобы уже вообще не думать. Но более того, мы видим некоторую ситуацию. Сейчас попробую обрисовать ее буквально. Что происходит на уровне, на тонком плане, скажем так. В нисходящий поток, вот он идет. И восходящие, а они вне сознания человека. То есть это идут потоки первой чакры и верхняя, она практически не осознается. Более-менее осознаются вот эти вот срединные слои. Что происходит при крещении? Берем вот так вот, прошиваем. Короткое замыкание. Соединяем один с другим. А потом, что происходит? Ведь есть еще и боковые чакры. Ведь чакры не только вперед работают. Тут никакой трубы нету. Берем и соединяем вот эти чакры. Боковые тут, они тоже есть, плечевые. Чакр не только 7, как мы знаем. Даже вертикальных, 9 я уже рассказывал об этом. Соединяем вот так и снова вниз. То есть что получается? Получается некая стрелочка такая вот, острая вниз. Буква В, вампиризм. Раскол и потом слив. Это как я вижу, что происходит при вот неких простых движениях. Что было раньше, на мой взгляд? Вот когда-то раньше, что мы видели? Были определенные практики, но это не было религии. Давайте попробуем сделать обратный процесс. Мы опускаем руку вниз, я предлагаю попробовать. И соединить вот эту чакру с этой. Поднятие вверх. Условно вверх, вот так. Потом соединить вот эту боковую чакру вот так и так. И что называется, почувствуйте разницу. Я это вижу вот так. Поднятие вверх полностью. Даже выше, лоб и выше. Затем соединение вот с этим. А можно вот отсюда и вот отсюда. Почему бы не перевернуть? Почему крещение не происходит вот так? В виде стрелочки вверх. И сразу, я думаю, любой может почувствовать некий подъем. Как сразу меняется сознание энергетиком. Почему бы, вот любой может почувствовать вот так вот взять. Или вот так. И соединить. И сразу полностью другие ощущения. Это тоже мудро определенные. Переворот, стрелочка, кон. Вот так вот. Сюда. Или просто вот так. Или вот так. И, ну, делаем, делаем. И можно почувствовать сразу много изменения в энергетике. После сверху вниз и снизу вверх. Почему бы нет, собственно говоря. Мне кажется, что раньше были такие техники энергетические. Но вот все было совершенно иначе. Что я предлагаю, скажем так. Ну, понятно, что нужно посмотреть, как было, как в церкви, делать наоборот. Но самое интересное, что это просто полное переворачивание того, что у нас было до потопа. Кто не в курсе, то смотрите канал сначала. Так вот, та руна, которая в виде мудрых движений можно накладывать на себя. Стрелочка, подъем вверх называется. Берем снизу вверх. Останавливаясь на некоторых чакрах. Чувствуя подъем вверх. И потом боковые чакры тоже поднимаем. Можно еще вот так сделать. И тоже почувствовать некое. Сразу как некий купол, рупор. И подъем вверх. Потом это можно соединить с руной, наконечник копья. Все для победы.